В России уличные гонки, так еще называют этот вид соревнований, существуют не так давно. В середине 90-х годов были проведены первые гонки на мотоциклах, позже на автомобилях. До недавних пор гонки на скорость были полулегальными и чрезвычайно скандальными. Но все изменилось в 2002 году, когда была создана Российская Федерация Дрэк Рейсинга. С того момента было разрешено официально проводить соревнования по дрэк рейсингу. Сегодня здесь у нас проходят автомобильные гонки по дисциплине дрэк рейсинг на Кубок Поршня. Ну вообще на Кубок Поршня мы проводим уже второй год эти соревнования. В общем мы проводим уже достаточно долго, я думаю лет 10 мы проводим соревнования по дрэк рейсингу именно на этом аэродроме. В этом году в соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из Читы. Автомобили участников были разделены на три класса в зависимости от подготовки автомобиля. Многие ребята впервые опробовали свой автомобиль на гоночной прямой. Были и те, кто неоднократно участвует в соревнованиях и занимает призовые места. Выступаю обычно на Тойота Старлетт, правда года разные были. Сейчас в данный момент вот на этом автомобиле, ну лет 5 участвую. У нас уже растет уровень, растет сильно, подрастает. Да нет у нас трассы как таковой, на которые можно реально поездить. Здесь как бы опасно все равно. Стоит сказать, что соревнования по дрэк рейсингу для многих участников стали настоящим спортивным мероприятием, где можно было попробовать свои силы в гонке и просто провести время в компании таких же увлеченных ребят. Они надеются, что дрэк рейсинг приобретет большую популярность и обретет поддержку на проведение соревнований от местных властей. Екатерина Шарыпова, Дмитрий Козлов, ЗАПТВ